Здравствуйте! В эфире Универньюз, программа о новостях Казанского Федерального Университета и студенческой жизни. С вами Рима Занединова. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Юные студенты тянутся к знаниям. Занятия в детском университете продолжаются. На велосипеде вокруг света казанские велосипедисты отправились в путешествие. Мифические персонажи в Казани. Фестиваль фантастики, толкинистики и ролевых игр объединил любителей необычного. Несмотря на юный возраст, они являются самыми активными и любознательными студентами КФУ. Учащиеся детского университета в очередной раз послушали интереснейшие лекции и сумели впечатлить своими знаниями преподавателей. Впервые с собственными исследованиями выступил и юный слушатель. Как прошли занятия, расскажет Евгения Шевченко. Очередные лекции для самых маленьких студентов Казанского Федерального прошли в минувшую субботу. Юные интеллектуалы отправились в экскурсию по небу и узнали, как зажигаются звезды. А почему ты приходишь в детский университет? Мне тут нравится. Я хочу узнать много интересного. Мне нравится астрономия, окружающий мир вообще. Лектор отметил, что работать в такой аудитории – одно удовольствие. Ребята сходу понимали даже самые сложные вопросы астрономии и долго не отпускали профессора, задавая дополнительные вопросы. А как появилось созвездие Большая Медведица? Название? Нет, созвездие. Нет, ну созвездие как? Вот звезды расположены в виде ковша, да? Древние греки подумали, что этот ковш можно описать фигурой Большой Медведицы. Я поразился уровнем ребятишек, которые знают, что такое термоядный синтез. Ну не все знают, но кто-то знает и правильно ответил. Что такое черные дыра, там массивные, сверхмассивные и так далее. В общем, если бы такие ребятишки пошли ко мне на кафедру учиться, ой, мы бы из них сделали будущих Эйнштейнов, Ломоносовых. Сюрпризом для студентов детского университета стала лекция по криптографии от их 9-летнего коллеги, который с удовольствием выступил в Большом зале Уникса перед огромной аудиторией юных студентов. Мы с мамой разыскали вместе эти шифры, и теперь у меня такая презентация. А после твоей лекции каждый сможет как-то зашифровать слова и даже какие-то истории? Конечно, я их научу. За новыми приключениями юных студентов в мире знаний следите в наших следующих сюжетах. Евгения Шевченко, Ленарда Влетьяров, специально для Универа Ньюс. В рамках детского университета открылась новая программа «Университет юного профессора». Репортаж о первых занятиях смотрите на нашем сайте. Вопрос коррупции, а точнее борьбы с ней, сегодня волнует не только руководство стран, но и само население. В Казанском федеральном уже год ведет свою работу антикоррупционное студенческое движение. В минувшую пятницу эта организация провела дебаты в игровой форме. Какие вопросы обсудили студенты, узнал наш корреспондент Артем Маслихов. Можно ли легализовать откуп от службы в армии? Как наказывать за экономические преступления? Эффективен ли перевод денежных средств населения на электронные счета? Ответить на эти вопросы пытались студенты Казанского федерального университета и Российской академии правосудия. Собравшись 2 ноября в стенах Уникса, они приняли участие в дебатах. Обсуждения, споры, попытка найти компромисс. Все это с утра и до самого вечера. Участники подошли к подготовке серьезно и игра получилась интересной. Были очень сильные соперники, интересно было с ними играть. Дебаты очень интересные, игра нам очень нравится. А мы первокурсники играли в первый раз, поэтому немного волновались. Но нам тоже в целом очень все понравилось, было интересно. Мероприятие подобного формата в нашем ВУЗе прежде не проводилось. Оно призвано привлечь внимание студенческой общественности к актуальной проблеме. Дебаты на антикоррупционную тематику в Казанском федеральном университете проводятся первый раз. В том году у нас организовалось в университете антикоррупционное студенческое движение. И по сути это первое мероприятие, которое мы проводим самостоятельно. Пользу от подобных встреч трудно переоценить, ведь в процессе беседы молодые люди проявляют свою активную жизненную позицию, предлагают свое решение проблемы и приобретают опыт публичных выступлений. Еще одним немаловажным фактором является образовательная составляющая дебатов. Это очень интересная форма, в первую очередь обучения студентов, потому что для того, чтобы выступить на дебатах, им нужно подготовиться, изучить материал по заданной тематике. Дебаты, которые прошли в минувшую пятницу, это отборочный тур игры. 14 ноября в финале примут участие наиболее эрудированные студенты, которых выберет жюри. Для победителей будет организована церемония награждения и вручены ценные призы. Артем Маслихов, Александр Муравьев, специально для Универньюз. Куда пойти работать? Этим вопросом рано или поздно задавался каждый студент. Кто-то, чтобы начать карьеру, ждет окончания университета, а кто-то начинает действовать, еще не получив диплома. Как же сделать свой первый рывок в карьере и бизнесе? Смотрите в нашем сюжете. Я хочу не отказывать себе ни в чем. И я думаю, что нужно начинать уже сейчас, чтобы дальше жить здорово. Совмещение учебы с работой уже дело обычное. Сегодня на рынке труда масса вакансий для студентов. Сориентироваться в потоке предложений, выбрать лучшее и составить заманчивое резюме для неподготовленного человека непросто. В помощь студентов в 2005 году Казанский федеральный открыл молодежный центр планирования карьеры. Мы все-таки подходим к каждому студенту индивидуально. Например, человек, который хочет куда-то устроиться на работу, приходит к нам в наш центр и говорит о том, в какую организацию он бы хотел устроиться. Он делает проект с помощью нашей организации, приходит к работодателю и тем самым показывает себя. Желающих шагать по карьерной лестнице, не отнимаясь от гранита науки, сегодня достаточно много. Как показало наше собственное исследование, из 53 студентов 42 уже имеют работу. Тремя качественными карьеристы должны обладать. Первое – это настойчивость. Он точно должен знать, куда он идет. Второе – это достойные навыки общения. Как минимум достойно, как минимум должен открывать рот и говорить. И третье – это большая цель. Но работа по найму – не единственный вариант. Нет ничего невозможного и в том, чтобы, будучи студентом, начать свой собственный бизнес. Для студентов с предпринимательской жилкой с недавних пор в КФУ действует бизнес-клуб. У любого студента есть возможность к нам прийти с идеей. Пусть она будет недоработанной, либо уже проработанной идеей. Мы поможем либо прописать сам бизнес-план, написать маркетинговую стратегию, финансовую стратегию, полностью бизнес-модели. И также постараемся найти инвесторов, либо найти грант, какую-либо поддержку от государства. Что же в итоге выбрать – стабильную работу в компании или рискованный и непредсказуемый бизнес? Мне кажется, это зависит от человека. Если человек хочет приходить на работу, в определенное время уходить, вечером в определенное время, и ни о чем больше не думать, делать только свои обязанности, лучше, конечно, работать в крупной фирме. Потому что собственный бизнес, он подразумевает некое творчество. Это постоянный поиск клиентов, поиск новых решений. По словам большинства студентов, прежде чем начать собственный бизнес, лучше сначала набраться опыта в чужой компании. Это расхожее мнение подтверждает и то, что возраст активистов Центра планирования карьеры в среднем 16-19 лет. А в бизнес-центр в основном приходят студенты старших курсов и аспиранты, уже имеющие опыт работы. В любом случае, как и где работать, и работать ли вообще, студент решает сам. Профессор Казанского университета Марат Садыков внес большой вклад в создание и развитие отделения философии Казанского университета. В памяти выдающегося ученого, философа была посвящена конференции, на которой побывала наша съемочная группа. Марата Садыкова называет основателем Казанской школы социальной философии. Именно он являлся инициатором создания отделения философии в КГУ, превратившегося в философский факультет пять лет назад. Со дня рождения доктора философских наук, почетного профессора Казанского университета, члена Академии социальных наук, заслуженного деятеля науки ТССР, прошло 80 лет. Именно к этой памятной дате была приурочена конференция «Садыковские чтения. История общества. Человек». Первое «Садыковские чтения» – это научное и общественное мероприятие, посвященное памяти выдающегося представителя университетской когорты Марата Борисовича Садыкова. Помимо памятной компоненты, это, конечно, популяризация философских знаний, это предоставление трибуны молодежи, которая выступит с сообщениями, с докладами. В адрес Марата Борисовича, который большую часть своей жизни отдал Казанскому университету, было сказано много теплых слов. Его коллеги, друзья, студенты пришли, чтобы выразить свое почтение и вспомнить его не только как выдающегося профессора, но и как человека с большой буквы, оставившего глубокий след в их жизни. Образ его для меня исполнен нравственного значения, знаете, такого рода нравственный камертон, по которому мне приходится постоянно сверять свою жизнь. Садыковские чтения, хоть и состоялись впервые, сумели собрать в одном зале людей разных возрастов, которые выступали с докладами на тему социальной философии. Мы сможем ее сделать такой вот регулярной, повторяющейся, и будут у нас садыковские чтения, это будет уже наша традиция. Алия Садыкова, Александр Муравьев, специально для Юнивер Ньюз. Флаг универсиады провезут вокруг Земли на велосипеде. Казанские спортсмены Ален Хайрулин и Павел Грачев в минувшие выходные выдвинулись в кругосветное велопутешествие с целью рассказать всему миру об универсиаде в Казани. Через несколько минут казанские велосипедисты Ален Хайрулин и Павел Грачев стартуют свое кругосветное велопутешествие. Мы хотим их поддержать, и это такое значимое событие, так это редко бывает у нас, не каждый день. Действительно, ничего подобного Казани видела целых сто лет, с тех самых пор, как наш земляк Анисим Панкратов вернулся из своей велокругосветки. Тогда он стал первым россиянином, обогнувшим земной шар на велосипеде. Сегодня его имя многими забыто, но Павел и Ален напомнили казанцам о забвенном подвиге земляка. И, Ален, я беру на себя, Паша, Паша, я на себя беру обязательство, когда вы вернетесь, чтобы финиш был уже не у этой стелы, а у памятника Анисима Панкратова. А встречать спортсменов в Казани мы будем 26 июня 2013 года. Своё восьмимесячное путешествие велосипедисты берут всё только самое необходимое. Туристическое снаряжение, значки и вампила символика универсиады, минимум личных вещей. Тем не менее, сказать, что путешественники едут налегке, мягко говоря, трудно. Я вешу 68 в бандеровании, весит где-то около, вместе с велосипедом, килограммов 50. Спортсмены будут двигаться в юго-западном направлении. Через полторы недели они пересекут границы России. Новый год встретят во Франции, три месяца будут колесить по США, а в начале мая путешественники уже въедут в Россию. Мы перелетаем только от Европы до США и от США, от Лос-Анджелеса до Китая. У нас два перелёта, а остальную дистанцию мы максимально проезжаем по суше. В день торжественного старта спортсменов буквально разрывают на части поклонники. Среди шума и радостной суматохи лишь одна дама стояла в стороне, с грустью наблюдая за происходящим. Это мама Олена, Лидия Хайрулина. Ребята, это непередаваемо. Я даже не смогу сформулировать, как я всё это восприняла. Но, вы знаете, я затаилась, держала всё в себе. В надежде, что вдруг у них не получится, и мой сынок останется дома. Но, как видите, всё получилось. Лидия Владимировна вместе со всеми жителями Казани сможет наблюдать за сыном и его попутчиком. Путешественники будут регулярно присылать видеоотчёты о своих передвижениях, так что мы будем в курсе всего самого интересного. Сейчас велосипедисты находятся около города Владимир. Совсем скоро они окажутся в Москве. Следите вместе с нами за дальнейшими приключениями путешественников. Где в Казани можно встретить настоящего орка или хоббита? Когда сказка становится былью? Как КФУ связан с ролевыми играми? На эти и многие другие вопросы искала ответы наш корреспондент Евгения Шевченко. Встретить сказочную принцессу, храброго эльфа или Воланда можно было без труда со 2 по 5 ноября в ДК имени Ленина. Любители фантастики, ролевых игр, толкинистики и литературу уже традиционно. 22-й раз собираются в нашем городе, чтобы окунуться в атмосферу праздника, дружбы и веселья во время международного фестиваля «Зеландкон». Я приехала на «Зеландкон», потому что я занимаюсь историческими танцами, достаточно давно увлекаюсь подобной ролевой, если так можно выразить, культурой. Поэтому я сюда приехала, чтобы встретиться с друзьями и хорошо провести время. Помимо ярмарки, балов и разнообразных турниров, на «Зеландконе» проходят всевозможные мастер-классы, встречи с интересными людьми, концерты, театрализованные представления и многое другое. Заскучать невозможно даже случайному гостю фестиваля. «Зеландкон» – это фестиваль не для избранных. Здесь каждый найдет себе занятие по интересу. Важно. О, простите, я так увлеклась, что совсем забыла о работе. Особенным сюрпризом для нас стало то, что «Зеландкон» не просто имеет тесные связи с Казанским университетом. В свое время на базе «Альмаматор» один из преподавателей организовал этот фестиваль. И первые два «Зеланта» проходили в Униксе. В 80-е годы существовал в Казани клуб любителей фантастики. И он собирался в Казанском государственном университете. И нам очень хотелось сделать что-то широкомасштабное не только для казанцев, а вот для людей из других городов. И вот мы создали этот фестиваль. Кусочек сказки согрел всех участников и гостей фестиваля этой холодной осенью. И теперь остается лишь с нетерпением ждать следующего года, чтобы вновь встретиться с волшебством. Евгения Шевченко, Ленарда Влетьяров, специально для «Универ Ньюз». С вами были новости Казанского федерального университета. Смотрите нас на сайте universмотри.ru. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова